всем привет итак о чем сегодня обзор значит опять возвращаясь к нашему любимому псину который вышел с предложением о создании концентрационных лагерей по системе гулаг они конечно называются по-другому и название будет очень красивая и рассказы очень красивые вот сейчас я читаю что они объявляют что зарплата будет до 220 тысяч у заключенных но самое с чего все это началось что меня подтолкнуло к этому обзору я выставил вот это вот объявление выставил то что какая была предыстория и чтобы вы поняли я уже начал читать что что здесь плохого там час комментариях пишут а что тут плохого люди будут трудиться я выставил записки из главы из книги георгия женова известного нашего актера который очень много лет отсидел в гулагах в системе гулаг в этих лагерях причем будучи там 17-летним еще посадили подростками очень очень много лет и вот эти жути которые он все рассказывает я выборочно выставил у себя вконтакте разместил в инстаграме и как народ реагирует ночью нормально будут работать я утрировал конечно шутка я сейчас напишу написал что терешкова сейчас напишут что по многочисленным просьбам зрителей малышева это назовет чудеса чудесные все все начнут аплодировать но это это практически уже не шутка это практически не мем как и будет сейчас народ уже нормально это воспринимает это такой легкий проброс сейчас у вас был народ нормально воспринимает то что всем объявляет о том что следственный комитет уже поддержал эту идею замечательная идея и уже начали формировать этапы подготовку этапов на банк будут отправлять на банк то есть банк это было если кто историю не помнит в 30-е годы как раз стройка байкала-мурская магистраль которые начинали эти закручивая заключенные на костях которых были все эти рельсы шпалы и положено ну так вот народ воспринимает это совершенно нормально потихонечку уже а и говорит а что ну пусть работают это хорошо это хорошо когда люди работают когда они работают когда у них есть чем заняться когда время не стоит на месте я как бывший там заключенный я представление имею что это такое это хорошо когда люди работают плохо когда их отправляют концентрационные лагеря одно дело когда вы работаете и возвращаетесь из своего цеха к себе в отряд совсем другое когда вас на этапы захреначили и отправили куда-то про 220 тысяч это конечно замечательно это умиляет но меня поражает а самое главное что народ уже реагирует нормально и до этого я уже читал а что плохого было в гулагах и там вот это вот абсолютная херня была написана за тридцатые годы причем никого не волнует то что вот свидетели пишут вот георгий женов то что пишет как они голодали как они дохли как их убивали просто так ни за что просто человека вот я там при привел отрывок просто охранник взял застрелил заключенного ни за что за то что тот на него наорал за то что этот беспредельничал на него закричал он застрелил подошел начальника оправдал сказал все нормально чё трясет привыкнешь ничего все нормально сейчас все к этому движется вы уже привыкли к этой несвободе. Вы понимаете? Я еще год с лишним назад вам говорил, когда масочный режим только-только сказали, введут на неделю, на две недели. Я вам сказал, все, вы сейчас привыкнете. Через месяц вы уже как овцы будете в этих ошейниках и в намордниках ходить. И ни хрена вас уже не пробьешь. Вы привыкли к этой несвободе. Вот за этот с лишним год вы привыкли. И сейчас для вас уже абсолютно нормально, что вам просто запрещают собираться. Вот просто. Вот вам сказали, а приходите к памятнику. Вы пришли, а вас арестовали. Мало того, вам сейчас введут новую статью. Уже ввели за экстремизм. Сейчас любому прилепят эту статью. Вы думаете, что вы не живете в 37-м. Вы уже в нем живете давно. Давно живете. И железный занавес уже потихонечку закрывается. Осталось совсем вот столичка. Даже уже ведущие журналисты и блогеры, которые более-менее не боятся высказать свое мнение, говорят, бегите нахрен, пока есть возможность. Проползайте. Еще чуть-чуть. И вы уже не сможете из этой страны вырваться. Потому что опять концентрационный лагерь. Вы-то этого не знали. Опять вы будете в отпуск раз в год ездить в свой краснодарский долбанный край отдыхать. Как это было всю жизнь при нас, при СССР, когда не было возможности выезжать. У вас ее уже нет. Америку уже закрыли. Европа для вас давно уже закрыта. Вот объявили врагами. Закрыли посольство. Вот еще чуть-чуть. Еще немножко. И официально вам скажут. Все, ребята. Я, кстати, сейчас уже смотрю. Вон у нас на Камчатку туры. Прямо на Камчатку, на Камчатку. Забит весь интернет турами на Камчатку. Крым, который дороже, чем Турция и Египет вместе взятый. Сочи, космос какой-то. Как примерно поездка в Лас-Вегас. Я много лет туда ездил. Все к этому катится. Внутренний туризм у нас поднимет. И будут садить вас. И вы сейчас спокойно ко всему этому относитесь. Почему? Потому что у вас память, как у рыбки аквариумной. Я уже говорил. Три секунды и вы забыли. Вы думаете, что лично вас, сука, это не коснется. Коснется, ребята. Коснется. Каждого из вас коснется. Как коснулось всех в 30-е, 40-е, 50-е. Как у всех кто-то погиб на фронте. И у всех кто-то сидел в лагерях. И ваши точно так же будут. Если не вы лично, то или ваши родители, и ваши братья, сестры, ваши дети будут попадать туда. Заброшенный стаканчик. В запотевшее забрало. Как уже садят сейчас. А вам похрена. Вы нормально реагируете, смеетесь. Вот на эти дичайшие факты, которые я публикую у себя, на стенах выставляю. И говорите, да нормально, а что? Ну пусть едут, пусть работают. Концентрационные лагеря, пусть едут. Они уже начали строиться. Об этом уже много лет говорят. Для чего они строятся? Для того, чтобы опять приобрести бесплатную рабочую силу в составе половины населения. И потом с гордостью об этом говорить. Вы же с гордостью сейчас говорите. Да с СССР, да вы представляете сколько электростанций, реки вспять поворачивали. Ракеты запускали. Войну такую выиграли. А за счет чего это все было? За счет чего? За счет жизни. Миллионов жизней. Миллионов. Миллионов. Ни одна страна, ни одна империя за такой короткий срок 70, там 80, меньше 80 лет не потеряла там 40 миллионов или 70 по разным подсчетам, миллионов своего населения. Ни одна в истории такого не было. А вы гордитесь этим? Мы же такие мощные. Сейчас будет, сука, то же самое с вами. Из вас будет теперь делать вот это могущество страны. Вот эти долбаные ракетки, вот эти долбаные подводные лодки, корабли и самолеты будете строить вы бесплатно, сидя за колючей проволокой по КБ, по вот этим, по ящикам закрытым. Просто поражает эта безмозглость населения. К чему угодно готово. К чему угодно. Сказали в лагеря. Ну ладно, будем в лагеря. Сказали нельзя собираться. Ну ладно, не будем собираться. Сказали нельзя высказывать свое мнение. Не то что, вслух. Перепосты садят за перепосты. Вот сейчас вы возьмете, меня в экстремисты запишут, и все, кто меня перепостил, всех нахер посадят, блин. Уже есть такая статья. И уже слово «скоро» уже не подходит. Мы уже живем в концентрационном лагере. А вы этого не понимаете. Вот что больше всего меня раздражает. Всем пока. Это был обзор о полиереформе. О концентрационном лагере по имени России.